На прошлой неделе в Латвии прошли замечательные музыкальные шоу известной российско-канадской пианистки Вивианы Сафраницкой. Она поочередно исполняла произведения великих композиторов прошлого на копиях фортепиано того времени. Возможность побывать на первом из серии этих концертов нам подарит ведущая рубрика «Культурный базар» Инна Давыдова, она же организатор этих гастролей. Только что закончился первый концерт из целой серии фортепианных шоу, которые дает в Латвии Вивиана Сафраницкой. Замечательная пианистка, влюбленная в свое дело музыкант, которая играла сегодня на четырех роялях разного времени, начиная с первых десятилетий XIX века и кончая его серединой. Ажиотаж. После концерта масса людей, очень респектабельная публика, которая обычно ведет себя сдержанно, ринулась к этим инструментам, чтобы посмотреть, как они выглядят, как они звучат и как они устроены. Вивиана, мы поздравляем вас с замечательным дебютом в Латвии. Скажите, ожидали ли вы вот такого горячего ответа от очень такой изысканной и сдержанной аудитории? Во-первых, я не заметила, что сдержанная аудитория, изысканная — да. А вообще, на самом деле, я привыкла к такому, потому что мои рояли, они как бы прямо в сердце входят. То, что мне больше всего дорого, и то же самое прекрасное, я могу показать другим людям и поделиться этим. Когда же вас ангел-то своим крылом осенил впервые? Когда вам пришла в голову эта идея? Или когда вы поняли, что вы на самом деле заворажены вот звучанием этих разных роялей, исторических инструментов? Конечно, я была научена в Московской консерватории. Это очень хорошая фортепианная школа современного рояля. Но мое сердце как бы лежало к старой музыке, и я уехала в Америку, чтобы изучать клавесин. Ну, а там это длинная история, потому что это большой путь был. И также вот эти другие рояли тоже, они появились не сразу. То есть вот самые первые копии фортепиано начали делать вот Штайна и Вальтера. Вот этот первый, второй. Но Штайн, к сожалению, тот изготовитель, который первый сделал чертежи, он измерил рояль в музее очень правильно. И на чертежах вот эту вот резонансную деку, по-русски сказать, он намерил 2 миллиметра. Но, видимо, он просто не поверил своим глазам. И он решил в своих копиях сделать это не 2, а 4. Но вы можете себе представить скрипку, которая в два раза толще, как она будет звучать. Но вот это вот вы можете послушать, как такие Штайны звучат. Они, к сожалению, плохо звучат. И сердце, они не входят. И Вальтеры были более успешные. У Пола были очень хорошие Вальтеры. И, значит, потом постепенно получилось так, что он сделал потом граф, и для меня это было открытие. Когда он зазвучал, пожалуйста, тогда для меня открылся Шуберт. Ну, вы счастливый человек. Вы нашли соответствие своему идеальному представлению о том, как должна звучать та или иная музыка и воплощению в конкретных инструментах. Но у вас коллекция, вам повезло. Вы можете разнообразить свою палитру. В наше время очень интересно. Была вот эта современная музыка, есть старинная музыка. А сейчас получается, что это смыкается. Это старинный от клавесинов, с маленьких фортепиан переход к плеелю. И вот сейчас Пол делает копию Листовского рояля. И это уже для больших музыкантов. Многое возвращается на круги своя. Мы приходим к тем истокам, от которых ушли в силу технологического прогресса. И сейчас, скажем, лучшее от хорошего, на самом деле потеряв чувство эталона звукового. Ну, я не думаю, что мы лучшее от хорошего. Там разные были причины, почему у нас вот только один вид рояля сейчас в общем существует. И они, к сожалению, также финансовые. Потому что я уверена, что здесь многие люди, они вот сейчас бы хотели купить это все четыре. И со мной это происходило. Но это, конечно, это очень масса работы. Это не дешево. Но, с другой стороны, если покупается рояль, тогда это вот следующие 200 лет вы можете на нем играть. Мы будем надеяться, что через 200 лет людям по-прежнему будет нужна фортепианная музыка в разных вариациях. От баха до шопена на разных инструментах. И романтическая музыка пусть звучит на романтических роялях. А фортепианная музыка, хаммер-клавир звучит на фортепианах, на тех инструментах, которые мы слышали сегодня. Главное, чтобы она звучала. И, как правильно сказала Вивиана, главное, чтобы она находила отклик в нашем сердце. Главное, чтобы она звучит на фортепианная музыка.